Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 801. События дня. Откровение 2.17. И дух и невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. За 22 февраля 2018 года. Марина Сергеева. Миром Игнатий Тихонович, хочу поговорить, если можно, сейчас. То есть я только что пришел, ходил на почту за письмами. Прихожу еще, ну, переоделся, как следует. Она звонит. Ну, и я все бросил из Корея. Вот. И записали, она говорила около часу. Засчитывала, что ей там написал роман, она все это засчитывала. Ну, я теперь пошлю отзывы. Давай. Игна. Марина, тут пошли отклики на наш разговор. Очень сильно слово людей в заботе о тебе. Чтобы ты не постигнула за романа выйти замуж. Не погубила бы ты душу свою бессмертную. Расчитай сама комментарии под этим роликом вчерашним. Ролик называется как? Псалом 6.11. Да будут посты жены и жестоко поражены все враги мои за 21.02.2018 год. Если бы дело такое срамное и случилось уже, как нечестивое несчастье, что ты бы сошла с ним, то это был бы смертный грех до самой могилы непростимой. Потому что муж у тебя живой, живущий с твоей дочерью, и у романа две живые жены, и от обеих дети от него просто слепились бы два прелюбодея. Никогда и нигде не будь с ним наедине. Это говорю с самым дорогим отношением... Дорогим, прочитай, правда. ...с самым добрым отношением к тебе. А то, что романа называет уже своим отцом эти отбросы общества, эти бесенята, то таков и отец по мощам и елей. Если же уже был грех у вас, то нужно немедленно пойти на исповедь и выдержать эпитемию 7-9 лет. Не причащаться и другие тяготы прещения покануна вынести. Добровольные, со слезами многими. Не подумай, чего плохого на нашу переписку здесь. Это я тебе должен сказать хотя бы один раз. Ты же сама вышла на меня и желала нашей этой беседы, чтобы зачитать безумие, написанное романом, малышом, который захлебнулся в этой интернетной блевотине, увяз до ноздрей, сошел с ума от шестерок и от ННН. Молись о его погибшей душе и безбожной жизни, но не пиши ему, не разговаривай и запрети ему выходить на тебя. Я очень и очень прошу тебя об этом. Он не в своем уме, но одержим духом лжи, гнева, поношения и обременен, очевидно, другими нераскаянными грехами. Если он не уедет в свою Украину, то пострадает еще больше и как бы чего с собой не сделал по дурости. Ему 40 лет и его уже так просто не исправить, потому что жил без Бога и там тьма непрорубная. Тем более, он дни и ночи сидит в железном бункере-контейнере. 22.02. Если же он будет настаивать на встречу с тобой или переписываться, ты просто и ответь. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Марина Сергеева. Никто не имеет права меня отдать замуж за другого, так как я уже замужем и мужа не изменяю. Аминь. Вот такая у нас переписка под этим. Я это выставил под этим роликом. Ну, там всякое пишут. Дальше. Так, что православные библейские саты Святий Библии созданы 21.01.2009 года. Долго я искал, искал. Наконец, все-таки модераторы нашли, администрация наших ресурсов. 21.01.2009 года. Первое, что у нас было, это сайт, куда я начал начитывать. Николай Польгуев отремонтировал магнитофон, маяк 205. И теперь у меня пленки были, златоуст, жития, библия, там все. Библии нету, это я уже начитал заново. И все, добротолюбие, и стали насчитывать. 21.00. Дальше. Мой мир создан 28.01.2010. То есть, сколько там? Января и тут января. То есть, через год только мой мир появился. Дальше. Так, православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин зарегистрирован 21.12.2012 года. По порядку сказать. В моем мире 21.000 наших фото. В православном форуме 1602 темы. И вот форум когда был 7.00 февраля. Вот почему мы после этого и отмечаем какое воскресенье. Дальше. Это я говорил. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин зарегистрирован 21.12.2012 года. Это то в 10.00 году, это через два года. С лишним даже только канал. И вот у всех была причина, могу сказать. Вот кто советовал сделать. Вот это первый сделать, это Александр, он тогда еще не был диаконом Загуляев, Александр Сергеевич. Вот. Мой мир. Как-то так получилось, что я искал какие-то материалы нам необходимы были. Хорошо, закрой их обоих, мужа даже туда. Кошек. Интересно. Вот кошек сажают туда, чтобы голове выпустить. Один увидел, что сажаем. Старый садист. Садисты и животных мучают кошек. То есть они ничего не знают. Садисты. То есть демоны. Это все его, друзья. Он им отец, всем роман. Дальше. Православный форум Игнатия Лапкина. Во свете Библии. Открыт был 7 февраля 2010 года. А кто как толкнул? Первый с Амира. Говорит, отец Игнатий. Ну почему же у вас канала-то нет? У вас уже целых 5 роликов стоит где-то. А видимо на форум их протаскивал. А она подтолкнула. Потом приехал Михаил тут. Ну тут наши были. Михаил Кальмаев-то. И вот не форум, а на видеоканал. И вот его образовали. Тут несколько человек. И очень хорошо пользуются. И у нас теперь здесь сколько? 9912 видеороликов. Ну я показывал, что если взять 6 самых таких говорливых у нас священников, Осипов там, ну беруя таких, Андрея Кураева, известный, очень вякон, и Осипов, вот это значит Олег Стеняев. И у них вместе взятых в два раза меньше. Хотя открыли раньше моего. А почему? Потому что только так они под часами и сидят где-то. У нас всесторонние. И кто смотрит наши ролики, по ним если делать так, И вот ответ получишь на все вопросы. Как организовывать деревню. Как жить в обществе в этом. Как в лагере быть. Ну и все, все, все. Дальше. У нас есть страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, живом журнале и иное. Но я там не бываю. Ставят материалы и прочие там модераторы и администрация наших ресурсов. Вот так. Туда меня не надо. ВКонтакт ставят. А администрация ко мне переносит на форум. А я отвечаю. Теперь они берут ответ туда и переходят уже, когда через месяц. А сейчас я сказал, не надо это. Я зашел один день ВКонтакт. И буквально все, которые заходили, всем дал знать. Заходите только на мой мир или на ютуб на наш, на видеоканал или на форум. Сергей Игнатов. А вот сейчас связано еще, с ним они выступили, Сергей Игнатов. Что Роман это увидел, что говорим. Он взял и изрезал на куски нашу беседу с Мариной. И нарезал так, что будто бы она против меня говорит, а не он. И сразу выяснил. Игнатью Анафема ролик назвал. Он совершенно обезумел. Анафема твоя ничего не значит, незаконное проклятие не сбудется, а падет на голову, нечестивится. Он не понимает, что это Анафема на его падает. Ну а как же это? Да никак. Ты никто, во-первых. Никто. Отрекся от всякой благодати. Петроархия вся еретическая. Знает, кого не знает. То есть, его ни один не одобряет, настоящий это людь. А вокруг его эта нечистая сила сейчас кружит. И вот он здесь поносит. А теперь дальше. Сергей Игнатов. Христос посреди нас есть и будет. Мужи, братья, послушав недавний диалог нашей заблудшей под знаком 666 сестры Марины, Сергеевой, хотя она этого не подозревает, с нашим наставником и духовным отцом во Христе Игнатием Тихоновичем, решил поделиться своим впечатлением. Тяжко было на душе, когда она, читая по бумаге с чужого голоса беса лжи и заблуждения, и веря ему во всем, со ссылкой на откровение пресловутого отрока Вячеслава, приводя слова пророка о земле на столпах, утверждала ее плоскость, сферообразность, которую можно увидеть не с луной, не с лунной, а только солнечной орбиты. Вот куда уже пошли, тогда не было у него этого. А как далеко солнце? Солнце от земли на 7 тысяч километров. Не 125 миллионов. Ну, то есть, бредня такая, что просто помешанный сидит у дороги и бьет стекла. С одной стороны, сестра Марина воздает благодарение Богу, что имеет честь общаться с исповедником православной веры Игнатием Тихоновичем, отмечая его труды во славу Божию, и просит его молитв. С другой стороны, она, в кавычках, увидела, в нем не существующие, в кавычках, тщеславие, от опубликованных им 38 книг во свете Библии, из-за блуждения относительно величайшей опасности числа 666, которым преступники, рабы, сатаны, помечали объекты своих нападений. Помечали, не посещали. Помечали. Как известно по фильму, место встречи изменить нельзя. Банда оставляла знак черной кошки, чтобы внушить бесовский страх перед ней и ее неуловимостью. Я убежден, что, как и Роман Малыш, отступивший от православной свято-анфима некомедийской общины поселки Потеряевка, куда приехал спасать свою душу на поступивший на навету отца лжи, сатаны, предательский по отношению к нашему наставнику во Христе, а также засловящий патриарха русской православной церкви Кирилла, так и ставшая на защиту указанной сатанинской лжи, сестра Марина попала в искусно расставленные сети дьявола. Она слушала десятичасовой видеоролик в кавычках откровений, совершенно далеких от знания Слова Божия разработчиков технологий начертания, числа 666, и перепугалась, находя принятие ИНН знаком Антихриста, которому только и нужно ввести людей в заблуждение и навести на них панический ужас, забыв о величии и спасении, исходящего от Господа Бога Иисуса Христа. Покойный ныне Схиархимадрид Зосима Сокура, настоятель Свято-Успенского Никола Васильевского монастыря в село Никольское Волноваховского района Донецкой епархии УПЦМП, призвал не паниковать перед ИНН и слушать, что говорит об этом Святейший Синод РПЦМП, а раздвоение человеческой личности он называл шизофренией. Доброзумит Господь по нашим молитвам рабов Божьих, Романа Малыша и Марину Сергееву, и нас их молитвами помилуй, аминь. Анастасия, мир вам, Сергей! Совершенно с нейтральной стороны хочу спросить, есть ли у Игнатия Тихоновича недостатки, грехи, и может ли он вообще ошибаться? Вопросы какие глобальные ставят. Теперь пошли другие ответы. Вот заметь, я не ставлю вопросы, но такие вопросы-то ставят, ну явно что-то они неравнодушные. Может, они хоть и по такой вопрос не поставят никогда. Я даже знаю их, там, которые выступают, священники, называть не хочу, потому что буря поднимается, когда их поминаешь только. И когда так реагируют, если его помянешь, это говорит о том, что он понятия не имеет о рождении свыше. Это мертвящина. Вдруг начали отвечать на этот ее вопрос. Лентина Сартисон. Прекрасное исполнение. Это ролик, где поет Сергей с Василием Черепановым. Василия Николаевича и слух, и голос есть. А самое главное, это замерзшая душа оттаяла. Сергей, у тебя талант, умирающие души к жизни возвращать. Желаю вам дальнейших успехов на этом поприще. С чем-то вы еще нас удивите. Да поможет вам Господь. Ося Бендер. Слишком много внимания уделяется теме с Романом. Вы его прям заразрекламировали, возвысили. Даже противопоставляете ему Игнатия Тихоновича. Это не ко мне вопрос, а людям, которые идут дальше. За что ему такой почет? За его бредни? Поменьше его упоминайте в интернете. Только в молитве за его вразумление. Не нравится община? Дорога с катертью. Езжай к тем, кто нравится. Будь же ты настоящим христианином. Я людей этих не знаю никак. Это я взял и пересписал сюда. Александр МТВ. Тот факт, что Рома не прижился по Теряевке, тут нет ничего неожиданного. Срок 15 месяцев это вообще ничего. А тот факт, что между вами развился скверный конфликт, это ваше неразумение. Уважаемый Игнатий Тихонович, будьте мудрее. Лабус. Игнатий Тихонович не испугался, а поступил по совести и по закону. Ведь прежде чем заявить про Романа, молился и просил у Бога разрешения этого вопроса. Дмитрий Першин. Роман подставился по-глупому. Зачем надо было переться так далеко, чтобы нагадить? Или бесы залезли в Романа, или уже приехал ведомый, ведомый бесами для того, чтобы прославиться? Видишь, какие люди предположения делают. Так, добрый плотник, прошу ваших святых молитв, сюда 32-34, Господь слышит ваши святые молитвы, 32-38. Это Мария иногда с ней беседует, и он это разбирает ролик. Это Маринины слова. Она мне говорит, прошу святых молитв, на 32-й минуте опять. Господь слышит ваши святые молитвы, потом у Бога стоите ближе, вот все сказала, а потом... Но сейчас вам не открыто то, что действительно надо знать. Это отъя же Марина говорит. Вот где логика женская? Вот где логика женская, может так? Евгений Тропко, Юджин написано. Интересно, сейчас как раз событие складывается. Роман сейчас разделил народ, который собирается вокруг Игнатия Тихоновича и его трудов, на тех, которые за Игнатия Тихоновича, и тех, которые против Игнатия Тихоновича. Ну, которые вокруг люди и собираются, это нету таких, которые там против, это какие-то неизвестно кто и откуда, а Роман нагнал их. Демона нагнали. А у нас люди как были, так и есть и на занятиях, и везде никто не разделялся. Но для меня Игнатий Тихонович, Отец Духовный, Он привел меня в православие, открыл мне дверь в православную церковь. А в Иерусалиме живет. Смотри, слушай. Матфей 5, 44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Лукаш 6, 28. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 1 Петра 3, 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Римлянам 12, 14. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Виктор Гросс пишет. Бедная Марина сама ничего не знает и обвиняет во лжи Игнатия Тихоновича. Даже смешно становится, как люди, которые получили хлеб из рук этого проповедника, прожив несколько лет около церковной жизни, возомнили себя понимающими. При этом сами жрут помои из всех источников, а потом обвиняют Игнатия Тихоновича, что он с ними не лезет в блевотину. Не знаю, кто такой Виктор, все, но под каждым словом могу сказать, да, именно такие. Иван Артюшкин. Что творится? Я в шоке. Злой дух взялся через слабых в вере, приближенных к Игнатию Тихоновичу. Окружение Игнатия Тихоновича с такими высказываниями, как у Марины и Романа. Строгий пост вам в помощь. И отключите интернет для тишины в ваших головах. Слава Иисусу Христу, Игнатия Тихонович, мир вам. Ну, которые близкие, говорят, именно вот эти вот близкие. Ну, Марина, она один раз тут была, только вот так. Евгений Трабков. Об устроении нашей земной планеты пришла такая мысль. Если сказать, что Земля это шар, то не укладывается в голове, прелогически рассуждая, это мы читали вчера, одни люди ходят ногами вниз, а другие вверх ногами, если оказались внизу у земного шара. А вроде плоская Земля, кладывается в голове, все плоско, люди ходят ровно, все. Господь превыше нашего разума, и основание бытия нашего земного сокрыто от нас. Как на самом деле, все Бог дивно устроил. Если бы мы все могли логически просчитать, стали бы мы, как сам Бог Всевышний. А зачем нам тогда Бог Создатель, когда мы уже так все поняли и разумели? Но Господь Егова приоткрывает нам лишь малую часть, а остальное сокрывает, дабы мы могли восхищаться, как дивно все сотворил Господь Бог. Марина Лобачева. Марина вообще не в попад набор цитат, никакого понимания, потому что ничего не строила, ничем не дорожит, а так болтает, что попала. Это не Марина, это он роман ей написал, и она считает, как будто бы от себя, а потом давай говорить уже, я шел, я говорил, не говорил, а говорил, ну видно, что мужчина, то есть роман. Эх, Марина, Марина, зачем тебе это надо? Куда ты полезла? Дрожь в словах. Романовский почерк, готовая подружка Роману. Надежда Тишли. Уважаемая Марина, если бы Иисус Христос был в сердце и на первом месте Евангелие у христиан, то такой бы ереси православной каши, как ИНН, чипы, старцы не было. Все это вымыслы человеческие. Была и я под воздействием этой чепухи, как чипизация, порочество старцев и тому подобное. Кстати, благодаря знакомству с Игнатием Тихоновичем, который показал, что это заблуждение, спасибо ему, все это улетучилось потом. Надо доверять Писанию и сранивать, если не соответствует, то выкинь да забудь. Спасибо, Христос. Ольга Литкова. Марина, Марина, вы знакомы лично с таким человеком, что вы выискиваете всякий бред в интернете. Да это не ваши слова, а безумца романа. Так легко человека сбить с пути истинного. Евгений Тропко. Кто исчерпал воды, горстью своей и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы, кто вразумел дух Господа и был советником и у него и научил его. С кем советуется он и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости. Вот народы как капля из ведра и считаются как пылинка на весах. Вот острова как порошинку понимает он и ливана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним как ничто. Мене ничтожества и пустоты считается у него. Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник и золотейщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения выбирает негниющее дерево приискивает себе искусного художника чтобы сделать идола который стоял бы твердо разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из основания земли? Он есть тот который восседает над кругом земли и живущий на ней как саранча пред ним. Он распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто делая чем-то пустым судей земли. Едва они посажены едва посеяны едва укоренился в земле ствол их и как только он вдохнул на них они высохли и вихрь унес их как солому. Кому же вы подобите меня с кем сравните говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите кто сотворил их кто выводит войска их счетом он всех их называет по имени по множеству могущества великой силе у него ничто не убывает как же говоришь ты Иакову и высказываешь Израиль путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего разве ты не знаешь разве ты не слышал что вечный Господь Бог сотворивший концы земли не утомляется и не изнемогает разум его не следим Исайя 40 12 28 Оливер только хочется Марине сказать главное оставаться женщиной а не поднимать мусор земли а Роману нужна временная прописка потом Марина он поступит с тобой как и со своей женой Оливер а Марина интересно знает что принявши обманную любовь беса малыша она подвергает себя и своего сына опасности как в географическом положении так и в социальной сфере Марина искавшая свои года смирения успокоения души а главное уметь ждать и верить она нашла такое место чем была и очень рада это место потеряевка а ведь могла так необходимой ей пройти курс успокоения души и оставаться благородной женщиной и нашелся бы тот кто ее достоин но Марина свои 46 лет решила пойти другим путем отвергши то чему стремилась и думая то что последний поезд уходит от нее она прыгнула в этот поезд но при этом потеряла совесть стыд и женскую гордость ладно Игнатий Тихонович Марину не устроил по воле беса малыша но она не знает какую боль она принесла бабушке Серафим и ее ангелам хранителям очень жестокую боль ведь бабушка Серафима с ее 90 лет так искренне полюбила ее дала ей кусочек своей души и раскрыла ей маленькую тайну но Марина перешеркнула все и тем самым превратилась в гадюку которая пригрела беса на груди и не знает что ее ждет беда недалеко Оливер Игнатий Тихонович как только Марина начала вас обхваливать я сразу понял зачем она пришла к вам на разговор не вздумайте наступать на те же грабли она пришла защищать беса Романа Игнатий Тихонович здесь уже начинается любовная интрига в которую и не вздумайте влезать Роман и Марина Роман Марина и его жена только побыстрее изгоняйте бес из Потеряевки Рустам Миром Игнатий Тихонович я просто удивлен и поражен до самого корня души в связи с поведением Романа Малыша по его роликам и ролям которые он крутит можно было подумать что этот человек очень ревностный по Богу однако а совесть его где вы приняли с хлебом и солью помогали учили год он жил с вами а потом ни с того ни с сего он взял и стал против вас да и не только против вас но и против всей церкви и власти вывод бессовестный неблагодарный неподчиняющийся власти да и не только власти но и церкви Христовой так кто же после этого еретик не он ли сам еретик или агент не важно уже можно подумать что Роман Малыш не видел видео где показано и рассказано кто и когда принимал участие в строительстве деревни сколько трудов вами написано и сделано этот гудсул засланный совсем рассудка лишился да вы давить такого за пари брик и делов тут после таких как Роман Малыш и Виталия Калиников шансы приехать у многих вашу общину уменьшили значительно они и так были мизерными слава Христу Ксения миром дорогой и любимый наш Игнатий Тихонович Екатерина Голубева просила узнать так как нет возможности зайти в свою почту получили ли вы от нее фото чека с оплатой за книги отправляли вам не в скайпе а через e-mail Игнатий Лапкин получил и книги уже в пути к вам молитесь чтобы все Господь сохранил Валентина Сортисон гром среди ясного неба Марина Сергеева троекратно прозглашает анафему Игнатию Тихоновичу вот это да превознесла себя выше всех соборов и канонов сумасшествие иначе этот поступок не объяснить глупая Марина а Роман выставил ее на посмешище помилуй Господи вот это я не знаю он взял изрезал это и там вставлял и Марина в разговоре этого не было она в конце смирилась совсем я сказал что на тобой смеется Рустам не только глупая это просто блевотина псевдоправославная с такой интонацией и настырностью высказывать Игнатию Лапкину как у него терпения хватает на все это безобразие поковыряло в носу и размазало на бумаге вот и все тут а у Романа Малыша хватило извилины всю эту блевотину вырезать и слепить новый ролик на своем канале где написано Лапкину Анафема совсем сбрендил Анастасия Слава Господу Сергей П. Палыч теплое видео с песней Саид Олекс Братья и сестры мир и благословения вам давайте обсуждать Библию а не вакханалию членов группы мужи старшие остановите все давайте не будем осуждать выбор человека это его право и его путь к Богу чистоты хочется а открывая утром группу я опечалена пришла к утренней службе в чистых одеждах праведности Аввакум 2.4 временам 1.17 Галатам 3.11 по милости Божией на меня одетых плащ Еремии 3.22.23 а тут опять грязь так хочется чистоты везде во всем Господи даруй нам кротости и смирение к братьям заблудшим Господь Ты любовь научи нас этому Рустам опечалена значит не читайте подпишите себя нормально в скайпе сначала нормально нормально в скайпе сначала чистоты непорочной хочется так вам не сюда это жизнь и жизненные ситуации которые касаются общины на духовном уровне и не вам решать что тут обсуждать а что нельзя Юрий Бурцев Здравия вам Игнатий Тихонович для меня вы открыли новую Россию вот это вот что-то стоит новую Россию первый раз зашел Саид Олекс зовут меня то ли Алена то ли Алена замужем детям 35 и 31 надеюсь ваш тон оправдывает ваш возраст это на Рустаму говорит скайп дети сделали как изменить не знаю если обидела лично ваш или чьи-нибудь амбиции прошу прощения почему такое не имя Саид Олекс дети сделали а я не знаю как а царство небесное силой берется и смирением любви на злости не построить как и любое общество или группу Муссолини Гитлер это подтвердили пусть Бог пребывает с вами Рустам а дух утешитель впустится на группу и даст нам мир Рустам Бог уже со мной и дух святой пребывает всегда в общине Лапкина Игнатия Тихоновича и группе тоже спасибо вам за пожелание прошу прощения если я вас чем-то отпугнул или обидел Алена Бог есть не только любовь Господь наш строг ревностен и милостив у него много качеств у Творца я очень ревностный по Богу церкви и к общине а возраст это не диагноз ничего же не было просто не было и все тут это он Алене говорит Сергей Игнатов Христос посреди нас есть и будет наше православное сообщество администратором которого удивляется Сергей Павлович Пупков конечно не для того чтобы нарушение Господня повеления не судить или кого-то осуждать последнее исходит последнее время от отпавшего ТРПЦ МП Романа Малыша уловленного сатаной числом 666 на скорском пути стоит и Марина Сергеева который боится как бы не получила начертания Антихриста тогда как начало премудрости страх Господень его и нужно бояться соблюдая все заповеди и не причинять вреда помазанникам избранникам Божиим согрешившего словом или делом брата сестру или высказавшего свое суждение которое может ошибочно ошибочное нужно потоварищески покритиковать то есть обличить увещать если человек старше тебя закрывать жирот заявлять что не ему ей что то здесь решать кому что говорить и что делать это неправильно мы все люди свободны в Господе но надо так пользоваться дарованной нам Бога свободой чтобы не набрасывать платок на чужой роток написано что от слов своих оправдаешься от слов своих осудишься возьмите за пример так терпение нашего учителя во Христе как он держит себя в руках когда на него враг обрушивает свою ложь ненависть человек который вводим Духом Святым Духом никогда не станет призывать Господа испепелить с их заплопыхателей но помолится о них чтобы Господь их разумил когда я услышал диалог Марины Сергеевым с Игнатием Тихоновичем то я радовался тому как терпеливо не перебивая собеседника и кротко выслушивал ложные утверждения своего собеседника а также аргументированного в свете Библии давал ответы на все вопросы и суждения наша сестра во Христе Анастасия спросила о том имеют ли какие-либо грехи и недостатки Игнатия Лапкин я не знаю Бог знает а также священно Иерей и Аким но когда я в сентябре 2016 года был православном поселке Потеряевка то в ходе общения с Игнатием Тихоновичем я столько в себе нашел негодного о чем и не подозревал Роман Малыш тоже не проваливался в сети дьявола с своим числом 666 пока он был рядом с исповедником православной веры и всецело посвятившимся Богу и ближним Игнатием Тихоновичем да не только я каждый из нас может привести примеры как бы второго дыхания в своей православной вере под влиянием слова Божия исходящего от уст его соработника Игнатия Лапкина скромно называющего себя кисточкой в руках Бога и сосудом для низкого потребления судя по его воистину польсовскому труду во святом духе и по той словесной блевотине которая изрыгает на него одержимые бесом люди лютые волки во вещих шкурах Игнатий Тихонович Лапкин в самооценке своей личности совершенно прав храни его Бог и ближних а его вразуми закрой их лживые уста даруй им покаяние и не вмини им греха на страшном суде ибо они не ведут что творят Аминь Рустам Слава Господу Иисусу Христу Аминь Виталий Коренников Присоединяюсь к словам Сергия Наталья Усатая А мне больше всего понравились сдержанность и терпение Это отца имеет ввиду Отца Игнатия Тихоновича Чего мне не хватает Спасися Христос Отца Игнатия Тихоновича И общину сохрани во свидетельство другим Которые ничего не исполняют Просмотрела ролик по изучению Слова Божия Евреям 3.18 18.02.2018 Вам, Алена советую прослушать Как раз относится к ролику Марины и роману Малыша Саид Олег Спасибо Наталья Усатая Думаю Прослушив этот ролик У вас будет другое мнение без возмущения Спаси Христос вас Рустам Братья и сестры Мир вам Прошу за меня грешно помолиться Чтобы Господь даровал мне терпение Спаси Христос Господи Спасибо Саид Олег Я ни разу не возмутилась А просто призвала Просто слушать организаторов группы Размолчание Значит Анализ идет Нельзя сразу ответ дать возраздражению Возмущении А только со временем в смирении Тогда он будет верным Ролики про 666 И что о них думает Марина из 666 И другие Смотреть не буду В Библии Дальше с нашим Господом Саид Олег Будем молиться друг за друга Братья во Христе Чтобы не впасть в нам во искушение И чтобы Отец Небесный следил Наверное ли мы пути стоим Валентина Сартисон Находясь Во времени И чтобы И чтобы не говорили На него Что у него Мало Или нет Любви Это все Ложь И я Этому Никогда не поверю Слава Иисусу Христу Я никогда Не забуду Как он со слезами Молился Моей внучке При ее крещении И на то были причины Нам Бог Его открыл И показал Пример истинной Любви к Богу И людям Да благословит Господь Игнатия Тихоновича И сохранит Его для нас И многих других Приходящих к нему Рустам Аминь Сергей Пупков Добавил Романов Роликова К этому чату Вчера Я ему поговорил С ним Закрыл его на месте Я говорю Ну зачем это Ты прими его Рустам Рустам Ес Вот И вот сегодня Ночью мне Новиков Выставил наш фильм Причувствие В лучшем качестве Оно все Вот сейчас только Должно быть закачено Всю ночь закачивало Оно слабое такое С пленок записанное Занявший первое место На международном Киноконкурсе То есть Вот такое дело Ну посмотреть На наши ресурсы Это вот первое Мой мир Туда я все перетаскиваю Почему вот это Не проявился рисунок Тоже непонятно Я могу даже Крутнуть здесь Вот Нету рисунка Ну и дальше что есть Еще одну Ну не проявила Что-то не хватило У ней Дальше наш форум Форумы вообще тишина Приходит Вот сколько вчера Пришло человек Можно глянуть Ну тут немножко 299 299 До 300 даже не хватило Ну Что сказать Но это люди живые Каждый день приходят О Вот это да Это что же Вытащили Пречувствию Ну какое здесь Засел он этот Эти люди незнакомые Мне они зачем нужны Вот здесь И это Так он останется Закрытый пока Сохранить Обработка Завершена Вот этот фильм Был в Югославии Выставлен Особенно интересная Биография его Опоздали они Фильм документальный Красноярской киностудии Документальных фильмов Вот Ну что сказать на это Но они не думали Подожди Подождите Что-то У вас нет разрешения На изменения Да это они постоянно пишут Там еще нету Этой претензии Уже несколько раз было Она музыка Если музыка есть Вот вы были на крещении А там музыка Есть продукт Она сразу выставляет Не у вас разрешения Нет на эту музыку А кто ее тут подсунул-то К ним подошли Они не выключают Еще ты записываешь Техника выставляет на это Там музыка встречается И все Там еще нету больше Теперь она Пречувствия Будет выставлена Я не знаю Завтра наверное Я его открою Она под замком Но закачали Сколько она Сейчас 0.9 Ну то есть Почему-то Очень трудно Долго И почти 4 часа Закачивалась Вот теперь Ну что у нас дальше Есть Это вот Наш видеоканал Так Все Какие события были За вчерашний день Ну таких событий Это особенно не было Я сейчас Звонить Она хотела приехать Я говорю Не надо До воскресенья Если доживет Значит так Я молиться буду И водой мазать Сколько время 40 минут Все Я отключаю Аллилуйя